Казанский федеральный университет А также институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Здесь делегаты осмотрели виртуальную клинику вуза, а также центр по разработке медицинских симуляторов Перед началом заседания Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными Казанского федерального университета На который студентам выдалась уникальная возможность рассказать о научно-исследовательской жизни вуза, перспективах и дальнейших планах Под вашим патронажем будет проводиться в октябре достаточно интересный актуальный форум, открытые инновации И в данной тематике мы бы хотели выступить с предложением, допустим, в рамках этого форума Мы бы могли силами КФУ организовать круглый стол с привлечением ведущих нефтяных компаний Российских и международных экспертов в данной области И обсудить, собственно, возможности наши сейчас Обсудить перспективные пути развития в инноватике, так скажем, в нефтяной геологии Понятно, Сергей, значит, ну, это как раз точно осуществимо Считаю, что такое приглашение у вас есть, и мы специально это пометимся Значит, проведем такой круглый стол, как вы говорите Чувствуется уже, что аспирант второго года смотрит прямо в корень Там, конечно, можно найти много интересных всяких предложений, работодателей Это абсолютно нормально, потому что наши специалисты, наши студенты, аспиранты, молодые ученые Они все-таки тоже не должны сидеть и ждать, когда к ним придут, предложат какие-то условия, деньги принесут на тарелочки А должны сами предъявлять свои результаты, это абсолютно нормально Также диалог со студентами активно поддержали президент Республики Татарстан Рустам Мениханов Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева И ректор Казанского университета Ильшат Гафуров После общения с молодыми учеными Казанского университета Работающими в высокотехнологичных научных отраслях И обсуждением вопросов трансфера технологий в экономику Дмитрий Медведев открыл заседание Президиума Совета При президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России И открыл это заседание весьма приятными для Казанского университета словами Мы собрались в Казанском федеральном университете Большой это такой серьезный образовательный комплекс Я вот сегодня посетил разные образовательные учреждения Здесь в Татарстане посетил сначала IT-лицей Где занимаются ребята, которые действительно предметно интересуются новыми технологиями Которые, естественно, готовятся к научному будущему Познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете В рамках Института фундаментальной медицины и биологии Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня Можно сказать, мирового уровня Далее заседание продолжилось в закрытом для СМИ режиме Но съемочной группе телеканала Универ ТВ удалось взять интервью у участников заседания Состоялось заседание Президиума Совета по модернизации и развитию экономики Провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев Тема была очень важная Это студенческое предпринимательство Как сделать так, чтобы в наших вузах талантливые молодые ребята могли создавать свой бизнес Могли делать его в каком-то смысле и в стенах родного университета Чтобы это не вызывало каких-то проблем с законодательством И какие дополнительные меры поддержки для этого требуются И предложения, которые здесь звучали, и по нормативной базе упрощения И по охранности директорной собственности И по привлечению бизнеса в каком формате это все сделать То есть это уже практически, в общем-то, решение части вопросов, скажем так Особенно это было ясно, когда Дмитрий Анатольевич встречался с студентами Там звучали конкретные поручения на те ответы, те вот вызовы, которые есть Роль Казанского университета очень велика Потому что федеральный университет, который был создан как федеральный в 2012 году Хотя имеющий огромную историю, да Он действительно один из передовых И вот КФО будет входить в самую пятерку пилотных вузов, которые будут осуществлять эту задачу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok